Ну почему, черт возьми, у меня не получается? Сэмми, что случилось? Почему ты такой грустный? Видишь ли, я хотела нарисовать портрет одной девушки, но у меня ничего не выходит. Может, я смогу помочь? Я хорошо рисую. Например, вот так. Ага, ну смотри, какая хорошенькая леди. А ты сможешь нарисовать эту девушку из моих воспоминаний? Это будет легко и весело. Ну, за дело. Ура! Наконец-то у меня будет ее портрет! Итак, Сэмми, я готова. Расскажи мне, какая она, эта девушка? Она вышагивала вот так, грациозно, с гордо поднятой головой. Понятно, тогда у нее должна быть четкая линия подбородка. О, смотри, она была похожа на эту куклу. Ммм, ясно. Тогда держи ее вот так, а я сделаю с нее зарисовку. Эй, на это уйдет столько времени! Пожалуйста, но еще чуть-чуть. Ладно, сделаем это по-другому. Я найду кого-нибудь еще. Хочешь быть нашей моделью? Отлично. Сью, смотри, у той девушки были такие же глаза, как у нее. Такие же большие и красивые. Парни. Твой рисунок слишком блеклый. Я ничего толком не вижу. Но я же еще не закончила. Заменим карандаш на лайнер. И оп, превосходно! Сейчас я все обведу, и портрет сразу станет ярче. Ладно, бабах, это мало. Нужно добавить больше деталей, чтобы выразить мое восхищение. Хорошо. Можно нарисовать вокруг несколько сердечек. Несколько сердечек? Ну почему ты такая жадина? Нужно больше, еще больше. Да, пожалуйста. Здесь все будет в сердечках и звездочках. Ох, как бы было здорово, если бы моя муза пришла и вдохновила меня. Что? Она пришла? Ааа, это ты! Моя мечта разрушена. Я слышала, вы тут пишете портрет. Ну и как все продвигается? О, хорошо, что ты пришла. Нам нужны твои очки. У той девушки были заниже. Барби, мы вернем их обратно, сразу после того, как мы тут закончим. Давай я тоже добавлю несколько деталей к нашему рисунку. Оп, оп, оп. Ну вот и все. Теперь все, что нужно, готово. Сэмми, я что-то не понимаю. Я думала, мы рисуем портрет. Зачем тут все это? Все эти детали связаны с этой девушкой. Оп, сегодня ты у нас такой забавный. Сью, пора приступать к раскрашиванию. Я принес тебе все, что нужно. И я поговорил с этой куклой. Она готова побазировать и все такое. Итак, расскажи, как ты с ней познакомилась. А, тогда я жил в Тибидабу и отправился покорять гору. И там я встретил настоящего дракона. Я не любила, дракон убежал. И тут появилась она. Теперь твои дети. О, мой бесстрашный рыцарь. О, да. Постой вот так. Твои брови выглядят просто сногсшибательно. Ага. Подожди, Сэмми, откуда там взялся дракон? Разве они не покинули Тибидабу много лет назад? Вот именно. Я был не рыцарем, а стилистом. Я помогал этой девушке выбрать правильный цвет помады. Кстати, нашему портрету нужен именно такой оттенок. Ладно. Хм, я тут где-то видела подходящий фломастер. Да. Что ж, продолжим. О, ты от меня в покое. Чего ты от меня хочешь? Сэмми, я хочу сделать еще одну сценку. Я очень талантливый. Ребята, никуда не уходите. Мне просто нужно это сделать. А-а-а. Меня что-то ухаживает. Интересно, что еще придумает Сэмми со своей актерской командой? Ох, слава тебе, Даби. Они терпеть не могут, когда им щекотно. Теперь пора рассказать настоящую историю нашего знакомства. Мы познакомились в кафе. Я увидела ее со спины. О, моя фета. Я забыла ее цвет волос. О, нет. Может быть, он был таким? Или, может быть, вот таким? Или таким? Нет. Не могу вспомнить. Ай, ну и что же мне теперь со всем этим делать? О, вспомнил. У нее были яркие волосы. Возьми синий, Сьюзан. Как скажешь. А вот и яркие волосы. А еще у нее в волосах были невероятно красивые украшения. О, Сэмми, ты такой замечательный рассказчик. Я и не знала, что ты такой романтик. Нет, эта история о нашей встрече скучна. Надо придумать что-нибудь новое. Сэмми, подожди. А я думала, мы будем рисовать вместе. Итак, был обычный день. Никаких признаков неприятностей. И потом на бедного Сэма напало настоящее чудовище. Эй, сидеть. Ладно, а теперь назад. Место. Хороший мальчик. Вот так красивая девушка спасла бедного Слайма от монстра. И снято. Браво, браво. Это было невероятно захватывающее представление. О, моя милая незнакомая подруга уже выглядит так красиво. А вот и правильный цвет фона. Не хочешь помочь? Буду очень рада. У нас получается просто сказочный потряс. О, а еще я помню, как встретил ту девушку на пляже. Она загорала и вдруг официант принес светлые печеньки. Это же не то мороженое, которое мы тогда ели. Сэмми, без паники. У нас тут есть рисунок того мороженого. Тогда он должен выглядеть точно так же, как в моей истории. Продолжай рисовать, Юзи. Оно было большим, клубничным и со слоем ванили посередине. Ням-ням. Итак, только я собрался подарить этой девушке цветы, появилось чудовище. Если хочешь ее вернуть, принеси свои лучшие украшения. И тут я задумался, что лучше, потерять девушку или все мои драгоценности. Конечно же, ради нее я был готов отказаться от чего угодно. Эй, это же мои браслеты и серьги. А я-то думала, куда они пропали. Неважно. Ну и поворот. Что ж, я раскрашу все эти аксессуары по памяти. Итак, выкуп был выплачен, и герой Слайм вернулся с победой. Да! Тебя когда-нибудь надоедает фантазировать? Ладно, давай разберемся с этим топом. Какой цвет мне выбрать? О нет, все эти истории перемешались у меня в голове, и я забыла ее образ. Сэмми, не паникуй. Взгляни на этот гардероб. Наверняка это поможет. Так, так, так. Только не этот и не этот. Это тот самый. Бери зеленый, Сью. Так, точно, капитан. Так, у нас тут есть цветок и напиток. Они явно имеют прямое отношение к истории с пляжем. Но что насчет этой бабочек? Что? Ах да, я их просто обожаю. И тут нет никакой связи с девушкой. Тогда почему бы нам не представить, что та девушка из Тебедаба любит бабочек? Или она могла бы даже их изучить? Я уверен в одном, моя муза не смогла бы жить без сладостей. Да не может быть. Да не может быть. Почему-то я вовсе не удивлена, что твоя прекрасная муза любит сладости так же, как и ты. Вот так. Давай я помогу тебе раскрасить конфетку. Я же в этом настоящий профи. Эй, а что ты там рисуешь, пока я тут раскрашиваю? Подарочную коробку. Надеюсь, она вписывается в твою историю. О, точно. Думаю, что сделаю ей подарок при нашей следующей встрече. Как же я рада, что мне удалось попасть в поток твоего творческого вдохновения. Что же мне выбрать ей на подарок? Ведь все это мне очень нужно. А ты не мог бы просто закончить раскрашивать? Точно, я же великий мастер. Как я мог об этом забыть? Готово? Ребята, ставьте лайк, если хотите увидеть наши поделки с наушниками и единорогами. А пока взгляните, какую классную картину мы нарисовали. Это же просто копия твоей прекрасной незнакомки из Тебедаба. Итак, я встретила эту прекрасную девушку. Ловы Рэймы в своей поездке в Париж. Сэмми, ты уже рассказал столько версий этой истории, хватило бы на целую книгу. Но я никогда не видел никого красивее. Ой-ой-ой. Как ты мог? И это после того, как я сегодня тебе помогла стать Тебедаба? Мне кажется, наша актриса второго, она слишком привязалась к твоему персонажу. Ребята, вам понравился наш портрет и замечательные истории, которые рассказывал Сэм. Не забудьте подписаться на наш канал и до скорой встречи. И обязательно нажмите колокольчик. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!